Повышение качества услуг социальной сферы, в том числе здравоохранения, возможно в том случае, если имеется оценка потребителей услуг социальной сферы, прежде всего граждан пациентов. И под эту оценку возникает регулирующее воздействие органов управления здравоохранения, администрации и медицинских организаций. Как обратил внимание президент Путин, главная оценка самих людей. Пациент не может в силу своего образования оценить уровень профессионализма, допустим, при проведении хирургической операции. Но пациент может оценить, как с ним общались, испытывал ли он боли, чистая ли палата, пускает ли родственников, Доброжелательно ли к нему относится медицинский персонал, чисто ли в палате и так далее и тому подобное. Реальные оценки людей должны влиять на финансовую обеспеченность медицинской организации. И прежде всего заработные платы главных врачей и другого административно-управленческого персонала. Вот эта стратегическая линия президента на проведение независимой оценки качества услуг бюджетной сферы постепенно реализуется. Я думаю, что это будет хороший мотив для дальнейшего совершенствования качества медицинского обслуживания. Правда, это даст дополнительные нагрузки в работе чиновников от медицины. Потому что все эти Минздравы, Горздравы, Департаменты здравоохранения и прочие органы управления здравоохранения субъектов Российской Федерации будут мобилизованы на реализацию этой законодательной инициативы в плане воплощения ее в жизнь на местах. Я считаю правильным, когда гражданин может высказаться о работе медицинской организации и даже чиновников органов управления здравоохранения. В том случае, когда данный орган отвечает на обращение гражданина, в том числе по вопросам качества медицинской помощи.